В Кемеровской области фиксируется стабильная ситуация по коронавирусу. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора на основе ежедневных и еженедельных цифровых данных по заболеваемости. За первые 13 дней декабря 2250 случаев ковида. Это немного. На протяжении четырех недель в регионе идет стабилизация. Принято решение о сокращении коечного фонда. Среди возрастных групп ситуация также без резких колебаний. Сказался режим самоизоляции для пожилых граждан и удаленка для офисных сотрудников. Если говорить о нагрузке на наши амбулаторно-поликлинические учреждения, скорую помощь, то всю текущую неделю она снижалась. И в настоящий момент составляет примерно 25-30% от тех пиковых значений, которые мы видели во второй половине октября. Поэтому мы пошагово, поэтапно снижаем количество коек, которые используются или зарезервированы для лечения коронавирусной инфекции из расчета того, что 20% коечного фонда все-таки остается свободным под коронавирусную инфекцию, все-таки остается свободным на случай увеличения количества заболевших. По словам чиновника, таких снижений в регионе было уже два. Первым снижением мы уменьшили количество коек на 250. В том числе это один из роддомов Белова. Это ряд медицинских организаций в наших муниципалитетах, отделения которых полностью переведены в нормальный режим работы. Это происходит с задержкой. Задержка связана с тем, что пациенты, которые в них находятся, они должны быть долечены и выписаны. Поэтому, как правило, с момента прекращения в них госпитализации больных с коронавирусной инфекцией до полного перевода проходит 10-12 дней. Со среды 9 декабря в Кузбассе идет вакцинация от коронавируса. Регион получил первых тысячи доз для приоритетных категорий населения. Это врачи, учителя, соцработники. Остальные жители могут поставить прививку после Нового года. По крайней мере, на это рассчитывают в Кузбасском Минздраве, когда придет следующая партия вакцины. Существует определенное предубеждение против вакцинации от коронавирусной инфекции. Поэтому очень хочу призвать всех трезво взглянуть на вещи, пересмотреть тех, кто считает, что это не нужно, так называемых вакцинационных скептиков, пересмотреть эту позицию. Потому что без массовой вакцинации остановить распространение эпидемии очень сложно. Она будет затягиваться, что будет приводить к серьезным экономическим, социальным последствиям для всех нас. Поэтому вопрос вакцинации – это вопрос принципиальный, это вопрос возврата к нормальной социальной жизни. По данным на сегодня, 14 декабря за прошедшие сутки в Кемеровской области выявлено 164 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели также 164 пациента.